Джон Бивер Трепет перед Богом Непреодолимая святость Неделя третья, день первый Страх перед человеком Настоящая святость заключается в том, чтобы безраздельно принадлежать Богу. Главное определение святости – отделение для Бога. Широта ее значения настолько велика, что о ней можно было бы написать многотомник. Здесь мы осветим ключевые стороны, поскольку благочестивый страх – это неотъемлемая часть святости. Но прежде чем отправиться в путь, важно утвердить заранее – подлинная святость – это не рабство, это настоящая свобода. Возможно, суд над Ананьей и Сапфирой был прелюдией к тому, что каждый человек однажды предстанет перед судом. Остается открытым вопрос – что стало с этой парой? Они потерпели великий убыток на небесах или оказались в аду? В Евангелиях, в словах Иисуса мы находим библейский стих, который часто использовали, чтобы объяснить, почему эта пара осуждена на вечное проклятие. «Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек» . Ошибочность этой мысли открывается в определении слова «хула», что означает говорить о ком-то с целью причинить вред или нанести ущерб репутации этого человека. Эта пара солгала Духу Святому, но, по определению, они не похулили его. Таким образом, вопрос об их судьбе неоднозначный. Как бы то ни было, никто из нас не должен завидовать их участий. Тем не менее, есть ли в Священном Писании пример человека, который, как нам известно, попал на небеса, но потерпел серьезный ущерб на месте суда? «Полагаю, есть». Позвольте привести в этой связи слова Павла. «Чье одобрение мне нужно, людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой Христа» Галатам, 1 глава, стих 10, новый русский перевод. Какие сильные слова! Мы лишаемся привилегии быть слугой Господа, если поддаемся искушению стремиться к популярности. Поступая так, мы будем проецировать какой угодно образ ради благоприятного восприятия. Павел не стал бы этим заниматься, и мы не должны быть исключением. Он пребывал на высоком уровне Святого Страха. Помните, именно Он написал «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» Филиппийцам, 2 глава, стих 12. Он оставался сосредоточенным на своем действительном образе, том, который откроется на суде, а не на проецируемом образе. Это удерживало его оставаться в месте истинной святости и послушания Христу, даже когда он сталкивался с разочарованием, недовольством или отвержением со стороны других людей. Во все времена мы должны держать перед собой эту истину. Вы будете служить тому, кого боитесь. Если вы боитесь Бога, вы будете слушаться Бога. Если вы боитесь человека, вы будете полностью подчиняться желаниям человека. Часто мы больше беспокоимся, как бы не обидеть человека, стоящего перед нами, нежели того, кого мы не видим физически, особенно если хотим любви или дружбы человека. По этой причине в книге притчей 29 глава, стих 25 написано «Боязнь пред людьми ставит сеть, сеть, в которую точно угодили Анания и Сапфира». Я могу только представить, что встреча с другими лидерами разожгла ярость Павла, заставив его позже написать следующие обличающие строки в том же письме. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он явно заблуждался». Дело вот в чем. До прихода некоторых людей от Иакова Петр регулярно ел вместе с не-иудеями. А когда та консервативная группа пришла из Иерусалима, он осторожно отстранился и стал держаться на расстоянии от своих друзей не-иудеев. Вот насколько он боялся кучки консервативных иудеев, отстаивавших старую систему обрезания. К сожалению, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи из антиохийской церкви, так что даже Варнава был увлечен их глупой вознёй. Но когда я увидел, что они уклоняются от истины евангельской, то прямо при всех сказал Петру «Если ты, будучи иудеем, живешь как не-иудей, когда за тобой не наблюдают сторожевые псы из Иерусалима, какое ты имеешь право требовать соблюдения иудейских обычаев только для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на старых друзей из Иерусалима». Галатам, 2 глава, стихи с 11 по 14. Петр, Варнава и другие верующие из иудеев боялись порицания со стороны тех, кого они уважали. Их желание быть принятыми привело к лицемерию в их поведении сначала Петра, а затем и других. Их проецируемый образ взял вверх над честностью, таким образом вызвав поведение, лишенное святости. В другой версии перевода притчи, 29 глава, стих 25 написано «Опасно тревожиться о том, что другие думают о вас». Перевод с английского. Павел, который отстаивал свою честность, упрекнул Петра лично, а также Варнаву и других, кто поддался давлению со стороны собратьев. Павел не замедлил подчеркнуть, что если бы консервативных иудейских лидеров не было, Петр и компания жили бы по истине, по своему действительному образу. У них была сила быть настоящими представителями Иисуса Христа, принимать, любить и общаться с новообращенными из язычников верующими. Но как только динамика изменилась, Петр и друзья переключились на проецируемый образ, чтобы потворствовать своим товарищам. Последствия их поведения не были назидательными, они были разрушительными. Петр святой, он на небесах. Однако мы видим в его жизни пример злых и пагубных мотивов, слов и поступков, которые будут исследованы на месте судилища. Если мы живем, постоянно преследуя цель угождать Иисусу, мы не будем поддаваться влиянию восприятия других людей, вместо этого мы будем жить в истине. Это важная сторона настоящей святости. Внимательно прочтите следующие слова. «Ведь Слово Божье живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Ничто во всем творении не скрыто от него. Перед ним все обнажено, и глаза его видят все. Ему мы дадим отчет». Евреям, 4 глава, стихи 12 и 13, новый русский перевод. «Проникли ли эти слова в вас?» Если вы пробежались по ним, потому что они вам знакомы, медленно прочтите их еще раз и поразмышляйте над каждым словом. Обратите внимание, что Слово Божье проникает глубоко в наши сокровенные мысли и желания. Оно показывает нам, кто мы есть на самом деле, а не то, кем мы себя выставляем. Если мы будем слушать Слово Божье и поступать соответственно, оно защитит нас от самообмана, например, от мыслей, что Господь нас не видит, которая приводит к небожественному и несвятому поведению. Тщательно вникайте в Слово Божье, и страх Господень будет действовать в вашем сердце. Вы будете полностью осознавать тот факт, что ничто во всем творении не скрыто от него. Перед ним все обнажено, и глаза его видят все. Евреям, 4 глава, стих 13. Теперь мы лучше понимаем, почему Дух Святой наставляет нас. Сын мой, или дочь, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Притчи, 2 глава, стихи с 1 по 5. Самая большая мудрость – это хранить его слово внутри себя, в месте, которое управляет нашими мотивами и намерениями. Когда мы смотрим на слово Божье как на самое большое сокровище, которое мы нашли, и слушаем, что оно открывает нам, мы входим в зону безопасности. Когда мы искренне стремимся познавать его пути так, словно более высокой награды не существует, мы знаем и понимаем страх Господень и избегаем обольщения проецировать ложный образ. Теперь мы получили силу, чтобы жить честно и в истине, и надежно встали на ноги, на дорогу или тропу святости.